Так, Лёня Нерушенко, ребятки, 29-й участок, там покоится Лёня Нерушенко. 4 декабря ему исполнилось бы 45 лет. Лёня Нерушенко появился на свет в 1977 году в семье дипломатов. Родители ему всё дозволяли, всё доставали. Играл в теннис, увлекался музыкой. В подростковом возрасте, естественно, мечтал стать, как многие подростки, мечтал стать музыкантом, артистом, чтобы за ним табуном бегали девочки, поклонницы. Родители Лёни делали всё для разностороннего развития их любимого сыночка. Несколько лет жили в Швеции, потом вернулись в Россию. Оказавшись в России, Лёнька начинает покорять модельный бизнес. И стал параллельно заниматься вокалом и музыкой. И вот однажды его друг, приятель, знакомит его с Юрием Айзеншписом. Знаете, продюсер, мы были, кстати, у него на могиле, он покоится на Домодедовском кладбище. Продюсер, человек, который проектировал такие проекты и группы артистов, как Дима Билан, Линда, Влад Сташевский, группа кино, естественно, ещё какие-то были проекты, все не помнят. В общем, понимаете, серьёзный человек. А Айзеншпис решил сделать мучуковую группу. Лёнька идёт на кастинг. В 98-м году публике была представлена группа «Динамит». Начинаются гастроли, съёмки, выступления, интервью. В общем, то, о чём мечтал Лёня Нерушенко. Также параллельно у него появляются серьёзные невестки Ксюша Собчак. А тогда она ещё вела, была ведущей «Дома-2». Знаете, Ксюша Собчак, да, не надо рассказывать, кто это такая. Мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. А, к сожалению, мы знаем, что это такое, неважно. Кусок я это вырежу, а может быть и не вырежу, не знаю. В один момент он может говорить, я тебя люблю, потом он может сказать, ты знаешь, ну я же пошутил, чё ж ты мне веришь. Потом он скажет, ну ты же знаешь, я пошутил, что я тебя не люблю, на самом-то деле я тебя люблю. Он мне звонит. Привет, как дела? И ни с того ни сего начинает на меня ругаться, говорить мне какие-то вещи, которые причиняют мне боль. Начинает мне говорить о том, что я неудачница. И вообще, Бородина, ты живёшь какими-то непонятными иллюзиями, потому что ты что думаешь, что мы с тобой встречаемся? Я говорю, да, Леон, конечно, как я живу с тобой вместе, и вообще-то у нас всё нормально, я знаю твоих родителей, все общие друзья думают, что вместе. А в чём дело, собственно, Игорь, в том, что, ну так вот, дорогая моя, ты ошибаешься, ты мне друг и больше никто. Ксения Бородина тоже, в общем-то, эти девчульки-красотульки, в то время, напомню, они вели проект «Дом-2», они стали вешаться на Лёньку. Лёнька, красивый парень, молодой, харизматичный, весёлый, энергичный, преуспевающий. Группа гастролирует, выходят альбомы первые, появляются видеоклипы, группа «Динамит», успех, популярность. Лёня стал подумывать о том, чтобы начать сольную карьеру. У Лёньки стали возникать конфликты с Юрием Айзеншписом, продюсером группы «Динамит». И, в общем-то, появляются первые звоночки о том, что с группы надо валить. В итоге, в 2003 году Лёня Нарушенко покидает группу «Динамит». В тот период он вовсю встречался с Ксюшей Бородиной. А Собчак, по-моему, уже бросил в тот период, по-моему. Стал встречаться с Ксенией Бородиной, и даже ходили слухи о том, что они собираются пожениться. Нарушенко часто говорил о своей любви к мотоциклам. Очень любил он гонять на скорости, мотоциклы. В 2005 году Лёня Нарушенко пишет свой первый сольный альбом. Появляются первые сольные треки, синглы. В августе 2005 года Лёня Нарушенко заканчивает работу над сольным альбомом. По-моему, назвали альбом «Привет, как дела». Лёня был уверен, что после выхода альбома у него прибавится поклонниц, и он станет еще более знаменитым. Но, увы, вечером 2 сентября 2005 года Лёня провел вечер в компании своих близких, родных, и поздно ночью отправляется на мотоцикле домой. Во время движения по Садовому кольцу Лёня Нарушенко не заметил табличку, что ведутся ремонтные работы. Начал на полной скорости маневрировать. К сожалению, не справился с управлением, и на полной скорости вырезается в грузовик. Ему тогда было всего 27 лет, ребятки, в 27 лет. Первыми о трагедии узнали его родители. С похоронами на Ваганьковском кладбище помогала Ксюша Собчак. Хоть что-то полезное сделала на планете. Вот так вот, ребят. В общем, такая вот история, грустная история. Молодой парень погиб. Глупая, нелепая смерть, к сожалению. Напоминаю, что на 29-м участке Ваганьковского кладбища находится его могила. Я купил для Лёни Нарушенко 4 хризантемы. Красивые, свежие, пышные, белые хризантемы. В общем, возложим сейчас на его могилу, ребятки. Ищем могилу. Не знаю, где он находится, но сейчас найдём. Да, кстати, мои хорошие, я, конечно же, по традиции, вам всем, естественно, желаю крепкого здоровья. Сейчас очень многие болеют. Я вот сам, видите, неделю провалялся с температурой. Горло, кашель. До сих пор выкашливаю всё. Высмаркиваю, выкашливаю. Ребяточки, я вам желаю крепкого здоровья. Берегите себя. Берегите своих родных. Не болейте. Пока живы, ставьте мне лайки. Напоминаю, что у нас есть телеграм-группа. Как называется всё время? Забываю. Телеграм-канал. Андрей Флор так и называется. Ссылочка сейчас будет где-то в комментариях. Я её выложу. Поэтому присоединяйтесь, пообщаться, ребяточки. К сожалению, 6 декабря я не смогу доехать до могилы Юры Штунова на Троекуровском кладбище. Сегодня, 6 декабря, день создания группы «Ласковый май» официально считается, в 86-м году, 6 декабря 86-го года официально, Сергей Кузнецов сказал, что группа будет называться «Ласковый май». И все поклонники группы «Ласковый май», Юры Штунова, они 6 декабря празднуют вот день группы «Ласковый май». Просто физически не успею доехать, так как темнеет уже рано. Не успею доехать до Троекуровского кладбища. Ну, обещаю вас порадовать. Оставайтесь на линии, не переключайтесь. Все, сейчас мы двигаемся на могилу Ленина Нерушенко, ребяточки. Все, давайте, до новых встреч. А что давайте, еще на могилу не пришли. Давайте, давайте, поехали. А знаешь, жизнь – загадочная штука. Не угадаешь зачастую поворот. Кому-то счастье, а кому – наука. Мы предсказать не можем наперед. Не выбираем мы, когда и кем родиться. Не можем знать, когда и как уйдем. Порой не держим мы в руках синицу, Но тянемся за белым журавлем. Не знаем мы, кто другом вечным станет, А кто заклятым будет нам врагом. Не угадать нам, где любовь растает. И не предвидеть, где найдем мы дом. Мы знаем, жизнь – загадочная штука. Не угадаешь зачастую поворот. Кому-то счастье, а кому – наука. Мы предсказать не можем наперед. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok